Друзья, приветствую вас на моем канале, я хочу продолжить осеннюю серию. Сегодня это будет этюд, этюд настроения, этюд совсем несложный, простой, но эффектный, панорамный. Давайте начнем, я хочу затонировать холст, я буду работать сегодня по фиолетовому акрилу. У меня обычный акрил, ладоги я много раз показывала, вот такой, темно-фиолетовый. Я возьму немного воды и затонирую мой холст. Много где я буду оставлять в тенях, поработаю, немного отсвечивает, наверное, вот так, я высушу, не будет так блестеть. Я много где оставлю фиолетовые тени, будет лес, долине, большая речка, очень панорамный, эффектный пейзаж, я хочу оставить небо, создать некое такое задумчивое осеннее настроение. Именно такое сегодня у меня настроение преобладает, хочу поделиться сегодня с вами им. Итак, затонирую мой холст. Очень тонким слоем, воды беру немного, чтобы быстрее высохло. У меня размер холста уже традиционно 20 на 20 сантиметров. Это грунтованный арголит. Я возьму совсем чуть-чуть воды. Предпочитаю работать по суше. Акрилом. Настроение какое-то сегодня сонное, сонное, задумчивое. Хочется написать какой-то такой пейзаж, этюд. Это будет собирательный образ, я не буду сегодня использовать какие-то конкретные фотографии. Сама еще не знаю, как пойдет работа. Доверимся настроению и вдохновению, друзья. Что-нибудь да получится интересное. Продолжаю тонировать мой холст. Краски беру очень мало, растираю ее. По холсту быстрее высохнет. Можно, в общем-то, и не сушить феном. Акрил и так быстро сохнет. Я вот пока говорю уже, видите, вот в этом месте перестает блестеть. Он высыхает, несколько впитывается в мою основу. У меня грунт белый, акриловый. Он довольно имеет хорошую, хорошо принимается жидкость у себя. Вот так. Немного тянущий, я бы так сказала. Ну вот я затонирую мой холст. Мне советовали уже прилепить скотчем, чтобы холст мой не ерзал. Друзья, не могу прилепить, потому что неудобно. Видите, у меня холст на палитре лежит. К тому же у меня такой маленький, что если я заклею его скотчем, вам ничего не будет видно. Ну вот так, друзья. Сейчас я высушу мой холст феном. И можно продолжить работу. Друзья, я высушу мой холст обычным феном. Я не буду сейчас ее включать. Я выключу камеру, просушу и включу ее обратно. Ну, чтобы не отвлекать вас громкими звуками. Друзья, мои ролики, мои видео на канале смотрят люди из, ну, практически по всему миру. Из разных стран. И я часто сталкиваюсь с языковым барьером. Поэтому, в общем-то, мне проще показать, чем сказать и объяснить словами. Показать наглядно. Итак, друзья, фен, акрил. Сейчас я выключаю камеру, просушиваю холст и продолжим работать уже масляными красками поверх акрилового грунта. Друзья, готово. Мой холст сухой и готов к работе уже масляными красками. Итак, много раз я уже говорила, но повторюсь, для разбавления масляных красок я буду использовать вайспирит. Я покупаю вот в таких больших емкостях. Здесь 1 литр. В магазинах, на строительных рынках, в супермаркетах больших, типа Леруа Мерлен. Вот такой. Он совершенно недорогой и его много. Правильнее использовать тройник при работе масляными красками. Он имеет множество, скажем так, таких положительных качеств, не слишком быстро сохнет, не дает краскам поблекнуть в составе и масла в том числе. Замечательная штука и правильно использовать его. Если у вас нет, можно обойтись вайспиритом. Я использую вайспирит умышленно, по причине того, что мне нравится, когда краска несколько сушит ее. Маслая краска очень жирная, вязкая, тягучая краска. И иногда мне хочется ее несколько подсушить. Для этого я использую вайспирит. Это только мое предпочтение. Это не значит, что так делать правильно, что так нужно делать. Это только мое предпочтение, друзья, уже повторюсь. Поэтому решайте для себя, как вам лучше. А я буду делать так, как делаю я. Итак, друзья, я убираю сейчас воду. Убираю стаканчик с водой, чтобы случайно не попасть туда кистью. В баночке у меня этот самый вайспирит, разбавитель. Сейчас я сяду поудобнее. И мы начнем. Итак, друзья, запись онлайн, поэтому практически живая запись. Без обработки, без спецэффектов. Итак, начнем, друзья. Сейчас я сделаю небольшой набросок. Покажу вам свою идею, которая, в общем-то, есть у меня в голове. Сейчас сама хочу ее более четко уже сформулировать и увидеть. Я хочу написать речку вдали. Лес. Вот здесь будет лес. Осенний лес. Очень схематично я покажу. И речка будет уходить вдаль. Вот как-то так. Передний план травы. О, прошу прощения. Писточка завалилась. Передний план травы. Может быть, какие-то небольшие молодые деревца. Кустарники. Лес среднего плана. Вот там за рекой. С правой стороны тоже. Он будет как бы смыкаться к реке, река туда уходить. Здесь поля. Поля, луга. И дальние, и далее, друзья. Далеко-далеко будет уходить горизонт. Вот как-то так. Итак, начнем. Вроде бы холст мой ровно стоит. Начну я, как обычно, с неба. Друзья, я хочу показать низкое осеннее небо. Я возьму немного белил. Возьму индиго. Видите, такой голубоватый оттенок получается. Я его приглушу. Приглушу я его сиеной. Совсем немножко сиеной возьму. Еще белил. Вот такой более теплый оттенок серый у меня получается. Если нужно темнее, я буду добавлять еще больше индиго. И еще больше сиены. Вот такая градация оттенков. От коричневато-серого до голубовато-серого. До более теплого-светлого. Итак, начнем. Начну я с верхней части холста. Работаю очень сухо. Смотрите, какого интересного эффекта я достигаю, когда беру мало краски. Кисть у меня сухая. И постоянно смешиваю. Я варьирую темные и светлые тона. Я не топчусь на одном месте много раз. Таким образом, я хочу добиться эффекта рваных облаков. Осенью ветер гонит. Настроение постоянно меняется. Погода меняется. Я хочу передать, создать вот это впечатление на своем этюде. Для этого я постоянно меняю палитру. Следите за моими движениями. Если вы используете мои видео не только как вдохновение, но и как не то, чтобы пособие для обучения. Нет, я не ставлю таких целей обучить кого-то живописи. Хочу вас вдохновить, друзья. Хочу подвигнуть вас и вызвать в вас ощущение чувства любви к живописи и природе, друзья. Поэтому, если полезно вам буду, я рада. Если вдохновлю, я буду рада еще больше. Итак, друзья, вот таким вот образом. Местами ветер гонит и чуть-чуть проглядывает намек на синее небо. Чуть-чуть я беру небесно-голубая. Она у меня подсохла на палитре. Сейчас мы ее чуть разбавим. Слегка серовато-голубоватый оттенок. Чуть-чуть посветлее. Сейчас я, пожалуй, возьму еще небесно-голубой. Слишком она подсохла. Если холст у вас большего размера, у вас есть замечательная возможность проработать небо более детально. У меня будет совсем небольшой фрагмент неба. Ближе к горизонту, конечно, засветлее. Помните о том, что ближе к горизонту всегда по осени, при именно вот такой погоде. Ближе к горизонту небо всегда светлое. Как бы пасмурно и хмуро не было. Обратите внимание на, вот в живой природе, на такой интересный момент. Всегда облака сверху как бы накрывают нас. Низкие облака, а верхняя часть, они больше клубятся. Я продолжаю работу. Верхняя часть опять потемнее. Много где оставляю фиолетовый акрил, вот хорошо здесь видно. Не стараюсь закрыть тщательно мой холст. Небо я не буду уделять большое внимание. Оно создаст некое тревожное состояние. Но не сильно, потому что я хочу передать все-таки такое умиротворение. Пусть и зима впереди. И природа замирает в этот момент. Некое задумчивое состояние. Чуть-чуть еще сиены. Чуть-чуть вот здесь хочу притянить немного. В целом, если холст большего размера, можно более детально проработать. Прошу прощения, друзья. Теперь я беру немного больше белил. Кисти я не мою. И начинаю высветлять, выделять отдельные. Отдельные фрагменты. Билилы использую чистые, они уже приглушаются на холсте. Где-то чуть-чуть выделяю. Еще больше высветлю по горизонту. Такую полоску здесь покажу. Еще немного небесно-голубой. Ну вот, пожалуй, и все. Можно опускаться дальше. Можно идти уже прорабатывать лес дальнего плана. Я сейчас вымою кисть, вытру ее. И начну с дальнего плана. Сейчас для работы я использую белилы. Возьмем их побольше. Немного ультрамарина. В эту же смесь я добавляю сиену. Такой серовато-синий-фиолетовый оттенок я получаю. Это будет цвет леса дальнего плана. Если нет сиены, можно заменить краплаком или кадмием красным. То есть для получения фиолетового тона я буду использовать красный кадмий и ультрамарин. Любой синий, любой красный. Схема проста. Либо ультрамарин и сиену, как вот в моем случае. Причем именно сиену сейчас убираю, не красный и кадмий. Потому что я хочу более приглушенный цвет получить. Если получите фиолетовый, например, путем смешения ультрамарина и кадмия красного, можно добавить чуть-чуть коричневого. Цвет будет более естественный. Вот он там лес дальнего плана. Серовато-фиолетовый. Где-то светлее, где-то темнее смесь я беру. Где-то прям совсем фиолетовую. Видите, такой красноватый-розоватый оттенок получается путем смешения ультрамарина и кадмия красного. Поэкспериментируйте с краплаком, тоже интересно. Вот он лес нам дальнего плана. Обратите внимание, что я чуть-чуть по границе неба и леса, чуть стягиваю, чуть растушевываю. Кисть у меня лохматая, видите, такая неровная, старая. Это позволяет мне добиться несколько рваного маска, друзья. Итак, чуть насыщеннее я иду дальше. Сейчас я к нашей смеси добавляю оливковую зелень. К ультрамарину сиене я добавляю чуть-чуть оливковой зелени. У меня уже готовая из тубы. Очень приятный глазу цвет. Естественный цвет, я буду использовать его. Такой он зеленоватый, коричнево-фиолетовый. В зависимости от ситуации, где-то я беру более темнее, где-то это светлее. Но вот этот ряд, так сказать, деревьев должен быть более насыщенного оттенка, то есть он ближе к нам и чуть более такой зеленоватый. Вот таким вот образом, друзья. Немного отсвечивает. Вот так. Идем дальше. Сейчас я наберу подмалевок под лес среднего плана. Я буду использовать ту же смесь, но более насыщенного оттенка. Чуть-чуть больше сиены. Сюда же уже добавлю желтого. Такая коричневата-зеленая смесь у меня получается. Чуть-чуть вот зелени сюда попадает, ничего страшного. Желтого много взяла. Пока это основа, я пропишу более детально уже позже. Много где оставляю фиолетовый акрил, особенно в теневых местах. Еще ультрамарина, еще сиена, еще оливковый зелень. Помните, здесь у нас тоже лес. Много где оставляю фиолетовый акрил, покрывая сейчас мои основы не очень тщательно. Холст. И уйдем в правую сторону тоже. Сейчас я немного возьму Индиго, чуть зелени. Вот здесь чуть потеплее. Прошу прощения, потемнее. Потемнее здесь. Лес еловый перемешивается с березовым, с осинами. Какие-то кустарники. Уже намечаю. В берегах реки Оки. Вот такие виды панорамные. Очень красивые, друзья. Я помню, мы отдыхали на берегу Оки. Очень красивые места. Красивая панорама там. Итак, друзья, сейчас я наберу воду. Лес пока не трогаю. Воду я набираю той же палитры, что мы делали сейчас подмалевок под лес. Вот туда река уходит. И серую часть. То есть отражение неба. Немного белила. Возвращаясь к нашей серой палитре. Ну, куда-то вот она туда уходит. Вдаль. Я сейчас очень насухо вытираю кисть, друзья. Сухо-сухо, либо беру чистую. И объединяю вот этот момент, очень важный, между темными и светлыми тонами воды. Опять вытираю кисть. Это очень важно, друзья. Можно ее вымыть, чтобы не стянуть сейчас слишком сильно темные тона. Если вы стянете, воды у вас не получится. Темные тона, я имею в виду вот эту вот полоску отражения. Я возвращаюсь и мягко-мягко кистью растушевываю. Меня поймут сейчас женщины. Для макияжа используется кисть такая, она пушистая. Кажется, для нанесения то ли тональной основы. В общем, друзья, она вот такая крупная, пушистая. И ощущение вот этого припудривания. Вот некие вот эти ощущения, я сейчас могу передать вам, описать. Вот такого эффекта мне нужно добиться при написании воды. Для этого я использую пусть и небольшую кисть. Конечно, если холст у вас большой, то используйте кисть как можно больше. Друзья, это упростит вам задачу и работу. И эффект будет замечательный. Кисть должна быть сухая и распушенная, друзья. Видите, она такая у меня неаккуратная, она старая. Я много раз говорила, что я кисти свои для работы не берегу. Отношусь к ним очень довольно-таки жестко. Почему? Потому что, если кисть новая и держит хорошую форму, мазка естественного, рваного, перетекающие вот эти вот переходы красок, у меня не получится. У меня будет четкий мазок, как для росписи. Это хорошо, если вы занимаетесь прикладными видами творчества, вам нужен четкий мазок, допустим, там красный и желтый. Очень здорово для росписи использовать, но не в живописи, друзья. В живописи краски должны смешиваться. Вы никогда не получите грязи, если будете смешивать их. Не бойтесь, нет лишних красок на моей палитре. За исключением разве что черного, я редко его использую. Я больше заменяю индиго, он имеет более естественный оттенок и дает более приятный глазу цвет и создает некое более естественное впечатление на картине, именно цветовой палитре. Так вот, вернемся к кистям. Она должна быть сухая, пушистая и чистая. Я постоянно ее вытираю. То есть, я делаю несколько мазков и опять ее вытираю. Видите, у меня какая-то тряпочка не очень чистая. И опять возвращаюсь. И краски должно быть очень-очень мало, друзья. То есть, сухо-сухо. Опять по границе, ведь я забираю белило кистью. И если я сюда вот поднимусь на темное, растушую, я добавлю слишком много белила, эффекта воды не получится. Вот так, друзья, мягко-мягко растушую. Итак, я оставляю сейчас мою воду. Я вернусь туда позже для того, чтобы прописать ее более детально. А сейчас наберу берега среднего плана. Все той же кистью, друзья. Для работы у меня будет сейчас сиена, желтый, лимонный кадмий. Вот здесь я смесь сделаю. Все, что есть на палитре. Не бойтесь смешивать краски, друзья. Немного сиена. Сюда же попадает индиго. Помните, я брала, когда смешивала сиену. О, заговаривались. Оливковую, оливковую зелень. Такой более теплый у меня получается оттенок. Поиграем с палитрой. Теплее, холоднее, темнее, светлее. Многообразие цветущих трав поражает воображение, друзья. Вот этих осенний цвет полей. Чуть-чуть зелени, конечно. Местами, возможно, их косили. И немного зелени там сейчас пробивается. Трава-то уже не вырастет, но вот эта сочная зелень сохраняет свой оттенок. Чуть-чуть. Какие-то кустарники по берегам. Много где оставляю фиолетовый акрил. Сейчас это хорошо видно. Я доработаю потом, вернусь. Сейчас я хочу очертить очертание реки и сделать основу под деревья. Много где вот здесь остается фиолетовый акрил. Хорошо видно. Я работаю сухой кистью. Вот здесь видите, какой эффект интересный получился. Я работала той же палитрой, вот здесь темнее получилось. То есть несколько дальше, несколько голубей оттенок получился. Вернемся к нашему лесу. Чуть-чуть местами затемним. Я использую сиену в работе и индиго. Индиго немножко. Важно выделить сейчас хорошо кисть и вымыть ее, чтобы не попасть белилами. С белилами очень осторожно. Вот где-то подзатемню. Вот кустарники там по берегам. Какие-то. Еще вернемся до работы, мне сама еще не знаю, как там пойдет. Пока оставляю. Друзья, мою кисть, либо беру чистую. Очень тщательно ее вытираю и начинаю прорабатывать лес дальнего плана. Начну совсем дальних. Тоненькой кистью, вот таким вот образом, сверху вниз, я начинаю оставлять отпечатки, высветляя верхушки деревьев. Моя старая кисть позволяет мне это делать. Мазок получается неровный. Я на нее не нажимаю, легко касаюсь. Движение почти неощутимо. Там вот тоже далеко-далеко. И еще дальше. До бесконечности уходит горизонт. Очень легко я касаюсь моей кистью. Вот лес вдали вырисовывается. Где-то я беру насыщеннее цвет желтой кадмии и чуть-чуть оранжевого. Очень пастозно сейчас я оставляю отпечатки. Очень фактурно. Видите, я довольно много беру краски на кисть. И вот он загорелся мой. Осенний лес. Книзу чуть растушевываю, не четко. Не знаю, передает ли хорошо камеру вот эти вот мазки. Я сейчас приближу более детально. Вот такие фактурные, пастозные мазки, друзья. Вернемся обратно. Сейчас я опять настрою. Я возьму кисть сейчас поменьше, мне будет удобнее работать. И пропишу берега. Возьму немного лимонного и оливковой зелени. Оливковый, травянистый. Где-то стяну чуть-чуть. И вот туда вот вдаль уходит уже. Непонятно там. Совсем не фокусируюсь. Работаю вскользь. Пусть зритель додумает о дальнем плане. Что там вот вдали виднеется. Возвращаюсь опять к моей кисти побольше. Вот к ней возвращаюсь. И опять более пастозно и фактурно начинаю прорабатывать. Оставляю отпечатки. Видите, как неплотно я их делаю. То есть просвечивается первый слой сквозь последующие слои. Здесь тоже какие-то кустарники. Здесь в полях. Возвращаюсь сейчас к воде. Хочу проработать немного воду. Помните, я говорила, когда мы делали, прописывали вот эту часть, сделали по сути основу. Я сказала, что я пока остановлюсь и пойду дальше. Потому что я еще не знала, как будут располагаться у меня деревья, чтобы сделать отражение. Вот сейчас явно выделяется пара берез, которые мы и покажем, от которых мы и покажем отражение вот здесь. Вот тут немного выделяется. И вот здесь. Совсем чуть-чуть. Я опять вытираю кисть насухо. Очень-очень сухо, друзья. И очень аккуратно растушевываю отражение деревьев. Я не зря привела такой пример. Вот с припудриванием... Припудриваю... Ой, господи. Прошу прощения за дефект речи, друзья. Вот когда именно я создаю вот это ощущение удара кисти о холст правильнее бы... Ну, довольно правильно постараюсь подобрать сейчас слова. И вот эффект вот этого растушевывания. Я сейчас покажу. Вот, например, вот эта кисть у меня. Именно вот таким вот образом. То есть, когда я ее... Я втираю краску, сухую краску в холст и создается вот это ощущение воздушности, растушевывания. Если я возьму краски много, у меня получится вот такой эффект, как здесь. То есть, я приближу несколько в пространстве мой предмет, то есть, вот в частности, дерево, сфокусируясь на нем. Если вы хотите эффекта растушевывания добиться, важно работать кистью очень воздушно. Если вы художник, вопрос, может быть, вы уже видели, да видели, наверное, наверное, нет человека, который не знал бы об оборосе. Вот у него очень хорошо видно, как он, знаете, так очень эффектно бьет кистью. А мольбер, друзья, вот именно такой эффект правильный. То есть, именно эффект растушевки при написании воды. Чуть-чуть оранжевого. Вот загорелась наша береза в воде. Я сейчас смотрю на монитор моей камеры. В процессе работы, друзья, более голубоватый оттенок преобладает небо и воды. Почему-то камера дает такой эффект, не передает слишком, не очень корректно передает тона. У меня, на самом деле, чуть-чуть похолоднее, чуть более серый оттенок. Более такое задумчивое настроение. Так, ну вот, друзья, пока я оставлю эту часть. Мне нравится. К воде я еще вернусь. Возможно, что-то доработаю. Возможно, где-то сфокусируюсь более детально. Сейчас я хочу перейти в левую часть и проработать замечательный лес с левой стороны. В общем-то, сейчас манера письма точно такая же, как на дальнем плане. За исключением, что я возьму мастихин. Я хочу показать приметы ближе, именно вот эти березы. Поэтому я буду работать мастихином более крупно. Крупными фактурными мазками я начинаю прописывать скажем так, больше передний план. В работе сейчас лимонный, желтый кадмий, оранжевый. И, конечно же, у меня все смешивается с предыдущими слоями этой сиены, оливковое зелье и чуть индиго. Друзья, немножко неудобно. Я сейчас возьму в руки холст и поверну чуть-чуть. У меня камера стоит передо мной. Мне не очень удобно. Я хочу мастихин держать именно в вертикальном положении. Камера стоит на штативе передо мной. Мне немного мешает. Вот так. Еще немного оранжевого падня. Прямо вот отдельные-отдельные деревья я пропишу здесь. Сфокусируюсь. Желтый. Прямо чистый лимонный я беру, он смешивается уже на холсте. Пока оставляю. И возьму сейчас вот такую кисть. Она продается в строительном магазине, друзья. И пропишу траву. Я соберу сейчас все, что есть у меня на палитре. Добавлю немного белил. Сильно белилами не увлекаюсь. Друзья, немного елозит холст. Друзья, меня просят писать на более больших холстах. Если вы давно со мной и смотрите не первый год мой канал на YouTube, вы помните, возможно, а если не помните, посмотрите предыдущие видео давно, лет, наверное, 5 назад. Я работала на больших холстах по причине того, что тогда я работала в своей студии. Друзья, у меня было хорошее освещение и очень хорошо подготовленная студия для работы. Специально все было сделано, было очень хорошее освещение. У меня был оператор, который помогал мне снимать. Сейчас у меня другие условия. Я работаю дома. Я работаю, скажем так, грубо говоря, на коленке дома. То есть, именно в прямом смысле. Работаю за компьютерным столом. Сейчас вы его видите. Вот он с обычной настольной лампой, друзья. И, конечно, у меня нет сейчас оператора. Камера... Я сам себе режиссер. Вот так. Моя камера стоит на штативе передо мной, чтобы у вас создавался эффект, что вы смотрели так же, как смотрю я на мой холст, немножко сверху. Она мне немного мешает. Друзья, и не имею возможности сейчас... Мне некого попросить, чтобы кто-то выполнял за меня эту операторскую работу, потому что, когда я работаю, на большом холсте нужно снимать несколько сбоку, со стороны моей спинка, с определенного ракурса следить за этим, потому что я работаю перед холстом, а совершенно не вижу, что там творится уже. На камере видно ли меня и слышно ли меня, друзья. Поэтому некого мне попросить. Работаю сейчас сама. И к тому же освещение это играет огромную большую роль при записи видео, так и при работе, чтобы было и мне комфортно писать, и вам видно, друзья. Поэтому нет сейчас у меня условий для того, чтобы писать большие холсты. Я не знаю, будут ли они, потому что у меня нет сейчас возможности построить себе отдельную мастерскую. Ну вот как-то так, друзья. Поделиться своим вдохновением с вами я очень хочу. Поэтому я выбрала для себя именно такой формат. Это формат этюдов, формат небольшой, который я могу поместить на обычном своем компьютерном столе и сделать освещение при помощи обычной настольной лампы, друзья. Поэтому все хорошо видно, видно палитру, и в общем-то... Как-то так, друзья. Поэтому холст именно такой и, к сожалению, большего размера я сюда впихнуть в кадр просто физически не могу, друзья. Поэтому, конечно же, пишите и на больших холстах. Не обязательно писать маленькие этюды. Хотя, знаете, есть что-то в этом вот такое особенное. Я люблю очень маленький размер. Люблю вот это настроение. Я сейчас его напишу быстренько, вдохновлюсь, и мне хочется писать еще что-то. Так хочется все охватить, друзья. Знаете, за что я люблю живопись? Мне всю свою жизнь хочется остановить время, хочется остановить момент. Оно так быстротечно, друзья. Сезоны сменяют сезоны, события события сменяют. И так хочется насладиться, проникнуться вот этой жизнью. Она очень быстротечна, друзья. И, знаете, живопись, она помогает мне немножко остановить этот момент. Пусть чуть-чуть создать некую иллюзию. Момент забирает на картине и как-то хорошо становится, друзья. Вот что-то мне удалось запечатлеть. Поэтому, друзья, вот такой формат будет, прошу прощения, для работы и в будущем. По крайней мере, пока. Пока будет так. Итак, друзья, вернусь к работе над холстом, а то я пока болтаю, здесь никто не напишет. Итак, опускаюсь ниже сейчас, набирая травы. Возвращаясь туда, дальше так же прорабатываю. Если здесь более фокусируясь, там вдали чуть более растушевано. Такой пригорок, а внизу речка. Итак, сейчас я возьму лайнер, вот такую кисть небольшую, и вернусь к воде. Любой вот такой светлый оттенок я беру, и прописываю небольшой ряд на воде. Очень тоненько, чуть-чуть. Люблю вот такие эффекты в живописи. Где-то грубо, а где-то вот прям пару мазков и вода. Отлично, друзья. С левой стороны хочу показать березы. Сейчас возьму белил. У меня немного здесь цвет более серый получился. Возьму белила почище. И пропишу стволы березы. Вот как-то так, друзья. Возьмем еще желтого. Желтого, лимонного. Сейчас я беру именно лимонный. Белая стволы берез. Еще более фактурный и пастузный. Возьмем к переднему плану. Возьмем к переднему плану. Отлично. Так, возвращаемся к переднему плану. Немного сиены, лимонного. И я начинаю набирать травы. Вот этот розоватый оттенок у меня получается при помощи сиены. Если теплее, нужно добавить лимонного либо желтого. Чуть-чуть белил. Немного зелени местами. Разнообразнее по литру. Я сейчас возьму тоже немного в руки, мне будет так поудобнее. Много, где оставляю фиолетовый акрил, это хорошо видно. Отлично. Возьмем еще желтого лимонного. Сейчас я беру чистый, то он немного смешивается уже на холсте. какие-то тоже там кустарники. Что-то вот есть там. немного зелени и оливковый. Какие-то елочки, может быть. Немного индиго потемнее. елочки или сосны. Еще одну паузу. Обычно вот такой молодой лес, они растут группами. Если поле не обрабатывается, постепенно зарастает вот таким молодым лесом. Елочек или сосен. Покажем их в сухой траве. Очень красиво смотрятся, друзья. Высокие сухие травы осенью. Это эти зелененькие сочные елочки маленькие. Аккуратные, пушистые. Их верхушки торчат в сухой траве. Может быть и там где-то дальше. Вот как-то так. Не только елочками, но и березками. Вот так. Или осинами. Пусть, пожалуй, это будет березка. Покажем, есть ствол. Вот как-то так. Какие-то веточки здесь. Везде по чуть-чуть хочется показать вот этот. Везде разбросанное по берегам. Молодой лес. Где-то и здесь. На самом деле можно дорабатывать и дорабатывать, друзья, уже по вкусу, как вам это видится. Вот как-то так, друзья. Вот такой этюд у меня получился. Задумчиво сегодня. Задумчивое настроение. Хочется сидеть на этом пригорке и смотреть на эту уходящую вдаль речку, друзья. И пусть мгновение замирает. Только облака пусть двигаются. Хочется, чтобы в природе несколько дольше замирало это мгновение, это настроение, друзья. Что осеннее, что летнее, пусть даже зимнее. Хочется наслаждаться как можно дольше вот этими состояниями природы, которые очень быстротечны. А осень, друзья, и весна, это, пожалуй, самые быстротечные времена года, согласитесь. Только все зацветет. И вдохнешь в полной груди, а оно цветает уже как-то быстро. И осень тоже. Хочется как можно дольше сохранить этот момент. И пусть живопись нам в этом поможет, друзья. Сохраним свое впечатление на холстах, на долгие-долгие годы, на всю жизнь. Для нас, наших близких, наших родных, знакомых. Для людей, которых вдохновляет ваша живопись, когда вы продаете картину. Или вашим друзьям, которым вы дарите вашу картину. Пусть у них создается вот это впечатление на долгие-долгие годы. Сохраняется вот это впечатление от окружающей природы, от настроения. Это здорово, друзья. Вдохновение, на самом деле, это божественный дар, который может испытывать человек. Я хочу вам пожелать его, пожелать вам большое вдохновение. Пусть на ваших холстах создается прекрасное настроение. В любое время года и в любую погоду, друзья. Увидимся на моем канале еще не раз. До новых встреч. До скорых встреч, друзья. Вдохновения вам, мои хорошие. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok